всем привет так у нас утро 7 утра мои все спят а я решила пока солнце нету пока жары нету сделать заготовки на заморозку винограда полно а как его сохранить надо его заморозить сейчас его мелкие сюда виноградик контейнер сделала здесь чуть покрупнее у меня они тоже нет тоже мелкий тоже мелкий все и на заморозку я вчера попробовала в заморозке он хорошо получается андрюшки вот собрала клубничка у нас помаленьку каждый день собираем у так вот нектарины тоже я вчера сделала в банках это как жестяных банках это продают персики собственном соку я сделала нектарины я их один раз кипятком за это залила второй раз сиропом и еще раз сиропом перекипятила короче у меня получилось на три раза потому что персики эти персики нектарин они такие капризные так что я сделаны три раза я сделал полные банки русские банки были полтора литровые вот такие это у меня сколько-то литровая нара баночка а те были полтора литровые их полный прям битком налила ой на это положила половинки и битком сделала зимой вытащишь это мы были у марины канал с адыгей на юг посмотрите кто не смотрел вот она сделала так персики я решил так сделать то сливы видите все надо обработать все надо сделать сливы вот я не знаю что сделать может тоже половинками сделаю полную банку потому что заморозить я уже заморозила компот я сделала короче посмотрю что надо что сделать так а сейчас я вот в этим сделаю пакетики для заморозки мне нравится мелочь что туда сделала это для заморозки я его помыла посушила но все равно ведь вкус сладкий липкий сейчас вот я сделаю короче чтобы вас не томить сейчас я все сделаю и вам потом покажу наберу затем примусь за наверное за нектарины так вот так я видите вот так я сделала вакууме у меня получилось два пакетика вот так сделаю черных а вот здесь делала сорти вот так а здесь сделала черный и зеленый я иногда салат делаю с виноградом поэтому зимой мне пригодится наверх украсить но все пойду замораживать очень удобно вот в таких пакетиках потом берешь соломинку воздух оттуда выпускаешь и все и прекрасно сейчас но мелкие вот сюда сделала потому что пусть я может быть печь буду с него тортик вкусно получается чтобы он не расквашивался там берешь его в муке обваляешь и в эту их тесто классный изюм также делают ну все сейчас пойду это заморожу и примусь наверное за что или за нехтарины или за сливы все посмотрю сейчас это все я унесу замораживаться сейчас это все понесу и дальше буду делами заниматься сейчас наверное нектарины сделаю вот так их помыла буду половинками делать так беру опс чистенькие чистенькие сюда так а куда мне так сюда наверно надо тарелочку для косточек вот эти нара большие я сделаю собственно в сиропе а какие будут здесь же попадаются они падали у меня какие хорошие я сделаю в сиропе а какие уже в это плохенькие я их порежу такими кусочками наверное на варенье я сварила варенье мальчишки застройщики приходили я их угостила ваню ибрагима сейчас ходила собрала кабачки наверное сегодня еще сделаю круг кабачковую мне как раз просили рецепт как ну я прям досконально то не буду некоторые просят рецепты а некоторые говорят у вас же не кулинарный канал нам это не надо так что вот не поймешь кому что надо кому что не надо буду делать как вот мне надо ладно сегодня сделаю кабачковую икру покажу завтра наверно буду печь еще раз шарлотку или не так разрезала ну ладно потому что здесь вот была подпорчена поэтому я так разрезала потому что яблоки еще у меня есть я сделаю шарлотку пока есть возможность пока андрюша в гостях так этому что так я сейчас хорошенько режу а где у меня побито я не буду даже трогать зачем она мне надо грязь вот видите биты это вообще не бита это наверно как этот клуб вонючка надкусывает и все и получается такая фигня но как-то он чистый но я все равно а я же не сюда их вот такие наверно вот сюда буду на варенье прошла сварила мелко порезала на варенье что-то не очень они сильно мелкие получились хочу чуть покрупнее сделать сейчас от все перережу вот они упали биты так но это вот так придется мне отрезать все я на сиропим хорошие хорошие а эти уже я но и тоже хорошие но хоть будут ровненькие я их вот сюда вот так раз 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 порежу андрюха у меня спит еще вчера целый день был гали соседки радостный что его туда спустили его прочитаешь пойдешь так что он с никитой там целый день гулял моя целый день поливала земля сухая вообще дожди кстати давно у нас дождение было уже пора бы уже и мы быть сейчас все порежу так сегодня у меня делок полно не знаю рано встала все равно мне кажется не не успею ничего ну все сейчас я вот это все порежу так беру раз косточка вот так лазит на это приходится вот ножичком поддевать но нектарина вообще сладко кстати что то здесь она вот у меня ни одного пятнышка не было туда туда как пролезла он как пролез ни одного пятнышка вот как если целиком их вот так сделать нет я целиком не делаю потому что то он хороший хороший там вдруг что-нибудь какой-нибудь червячок попадется да и с косточкой он бродит чуть-чуть не то не знаю там не так скипятишь или что-то еще и начинается особенно вот капризные персики нектарины вот эти сливы только такие красивые сделаю этот раз а в банках то заводских они кстати вот эти может быть мне куда я отрезать вот эти где палочка точно надо наверно отрезать хоть она и чистая а то из-за нее может быть что-то еще и произойдет у яблок же вычищаем середки и здесь вот почищу на всякий случай я потому что знаю нектарины то я вот не делала а персики я делала и они такие капризные вообще не а банки взрывались начинают бурлить некоторые прямо переспевшие переспевшие какие вот сделать вот эти что-ли пока андрей спит сейчас я это хотела оладушек сделать с кабачками он не любит если не говорит что там кабачки он мне кажется не заметит мне кажется там поменьше это я просто ему сказал с кабачками но я кабачки не ем хотя дочка сказал он все ест помож просто выброшал ну все качестве буду делать вот это все короче передумала я делать в банках пока суп в сиропе я хочу попробовать вот так сделать вот посушить сушилки я думаю получится очень вкусно потому что я делала абрикосы они прям как вместо конфет прям прелесть получились но я их положила в компот перемешала тут груш чуть-чуть посушила потом я посушила абрикос потом я посушила яблочки туда и все у меня получилось целый контейнер сухофруктов здесь что-то если полу не попадается вот тут это у меня на вареница что тут у меня пятнышко какие-то побитые а так-то ничего страшного я думаю получится вкусно потому что абрикосы получились вообще вкусненькие еще может быть их не досушу чуть-чуть сделаю такие чтобы вяленые были посмотрю и в холодильник вместо конфет будем есть сейчас вот опять пошла опять нас собирал опять свалились вроде смотрят все хорошие а потом начнешь глядеть там пятно что-то вон там пятнышко а так вроде хорошие ну первый год они у нас ну это очень много дали пусть даже падают плохенькие ну хорошо так я нектарины кстати еще не замораживала у меня там слива заморожена абрикос а нектарина вот нету замороженного но надо прям замораживать сладкий сладкий потому что если сладкий потому что я спробовала персики сладкие у смирновых они замы после заморозки прям как мед вот какие сладкие такие вот киш-миш я замораживала для пробки вчера с письком вытащили из морозилки ой вот он вообще обалденный а раскусываешь вот этот виноград как будто мороженое замороженное лед вот есть замороженое мороженое вот такой вкус очень вкусно поэтому сейчас я вот сейчас сделаю вот так поставлю сушилочку а потом я сделаю заморожу если останется еще за не попадают все или кто-нибудь не сожрет а то то клопы эти то еще очень то еще очень кто-нибудь какая-то напазданная полезет прилезет такс ну вот сейчас я положу все ой сегодня ветерок прям хорошо прям прелесть ногти опять все переломала жесть как перчатки оденешь как пойдешь очень полоте все а я в основном траву ты в перчатках никак не удобно же никак ее рвешь рвешь и она не рвется перчатки снимаешь вот и все и кирдык твоим ногтям хочу вырвать сегодня еще помидор столько у меня делов то хочу то хочу вырвать помидоры там на улице не надо уже помидор сейчас начинают летать всякие мошки бложки сейчас начнется чуть впрыскать что ли они уже там все готовы и в теплице хочу вырвать половину оставлю наверно мелкие как черри у меня там такие много много на них вот оставлю так их подрежу там чтобы это бабочки летают бабочки летают совка мне кажется и все и залазит помидор она и гадит и зачем вот я буду это все травить чем мне это надо я уберу я под два помидора там подсадила вырастут к сентябрю сейчас когда вот холодно вообще все когда утра она посадила огурцов валом было и помидоров вала а сейчас начинается жара и начинается всякая ерунда начинают летать одни другие трети так так положу красота так вот это крупные наверно положу на низ а вот сюда еще одну можно положить вот так я ее так вот так вот так вот сюда сейчас я туда подрежу и хочу огурцы убрать там половина оставлю наверное один корень больше тоже не надо пока наелись а а потом можно к сентябре тоже подсадить в теплицу кстати виноград можно позвать я кстати сейчас еще одну сделаю знаете что я там виноград остался я наверно еще между решетки есть я попробую виноград засушить сейчас потом вам покажу что получилось кишмиш кончился но кишмиш будет еще второй раз там есть грозди висят не на кишмиш мне жалко там его мало мы учет так быстро съели андрюша ему нравился сладкий сладкий как мед очень хоро и косточек в нем нету так я сейчас решила сделать вот так так три ряда у меня там нектарины и и решила попробовать я знаете что сливы сейчас вот сделаю смею посмотрю как они посушатся ну я чуть-чуть сделаю маленечко косточку вытаскиваю так вытащить все самые такие спелые вот они все равно надо разрезать вдруг туда червяк залез я вот смотрю а то откроха рушку все уже есть никто ничего не хочет никто все на елися уже и слив и нектарина всего зато потом зимой будем покупать а нет мы заморозили много на мору заморозки полно сейчас вот я сделаю еще чуть-чуть все так как слива наверное я не знаю куда я дену сейчас я придумаю так вот так раз 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 андрей просится на рыбалку надо свозить его пусть порыбачит ой косточка плохо вытаскивается общей сливе мектаре не хорошо а в сливе вот плохо некрасивая получается сливы я намыла но сладкие они они очень сладко очень срочно очень сладкий вкусненький вот уже что-то чуть-чуть какой-то типа червячка раз ой блин упала хорошо на улице упала ничего страшного а дома был бы бардак а здесь можно так вот это успела еще возьму сейчас надо еще чуть-чуть придумать что-то покушать готовить у нас дома крошка чтобы сварить лапшу что сварить домашние чуть давно сто лет не ели но у нас еще есть пельмени так что не знаю посмотрим так мы все слива лежит маленько подвялиться а потом покажу вам что получилось ну красиво получилось так ладно берем крышечку берем крышечку виноградинку упала вот такая красота получилась у меня смотрите какая красота не старинчики внизу так надо было еще черный виноград положить для красоты ну ладно попробую что получится замороженный точно вкусно а этот нет ну все пойду ставить на сушилочку ну все поставила я вот так сушилку так и не включила и часа включу все включила а вот я насушила компотчика сколько вот такой контейнер большой у меня там абрикос груша и яблочко вот такой так ну все пусть сушится а кстати вот мы вчера вечером с воськом положили этот виноград за нас это заморозить между не раз не морозили а вот только сейчас вытащил он прям вкусненький глупо вкуснячий вот он оттаял уже кстати свои свойства не не поменял так вот так показать к сладкий сладкий а это помидорчики мне марина дала с геогенской вот такие на семена они желтенький один не знаю сорта это им лимонный лимонный так но все здесь порезал пойду сахаром засыплю так мы заготовки надо куда-то убрать надо какие-то ящики освободить так вот это надо грибочки эти выбросить это с того года они уже старый не хочу я их надо их сейчас в яму выбросить и вот это убрать в этом компоте у меня вот яблочки собирали мы с андрюшей маленький то вы же видали мы ездили с ним ежевику туда положила и клубнику помидоры вот еще одну банку закрутила здесь у меня половинки так хочу у меня тут не слива же что у меня такое слива слива до слива слива не узнала господи слива без косточек здесь яблоки с клубникой здесь алыча ну все так что виноград хорошо замерзнет очень вкусно растаял и не как вашняк ваш ней а нормальный прям вот и веточка такая он совсем разморозился но вот вот этот вот этот вот это прям разморозился уже вкусный сладкий сладкий но все взвешиваю нектарин у меня получилось полтора килограмма сахару килограмм засыпала и половинку килограмм на килограмм беру но все пусть дает сок постоит сок даст потом я начну сварить три раза буду варить а в конце третьего раза ну по 10 минут сарю остынет вечером сварю остынет потом так три раза а потом самом конце добавляю я чуть-чуть лимонной кислоты пол чайной ложки и она получается красивая такое красивое варенье прям прям перламутровая а вот кстати вот такой баночки я сделала видите одну сделала вот еще сделаю как жестяных персики продается собственно соку я сделала такую полную банку на три раза сначала водой потом воду налила засыпала сахаром и пить его залила потом опять слила постояла маленько подостыла и так же еще раз прокипятила и залила три раза во всякий случай потому что персики нектарины они то бродят то еще и сливы капризные поэтому я лучше три раза залью но такие банк хотел поменьше думаю ладно пусть будет побольше полтора литровая банка так ну все друзья что буду сейчас делать я что слива у меня там осталось на сливы доделать да еще что сейчас подумаю дел то конечно полно и помидоры надо все вырвать я вот еще хочу попробовать засушить завялить завялить помидоры я ни разу не пробовала прям день послушаю говорит ой такая вкуснятина такая вкуснятина но не знаю может быть помидоры вот все делают как эти помидоры сливки может быть вот только их вялят не знаю надо чуть-чуть попробовать я вот виноград попробовал поверить пусть он реально это сушится посмотри что получится потом будет ясно но все пошла расправляться со сливой потом буду выходить помидоры вырву соберу все красные теплицы обрежу там что там гусеницы натворили буду от огорода маленькая избавляться убирать потихоньку что он там будет стоять ставлю один огурец помидор может несколько сейчас похолодает чуть-чуть и помидоры заново там начнут расти а так в жару сейчас начнется это то гусеница то бабочка то еще что не то еще чуть так все пошла дальше так вот на раз я заливаю решила все таки я сделать компот сливовый не стала я там замораживать у меня там замороженный он есть компот мы пьем как воду соки не покупаем так что пусть стоит компотом это будет самый лучший вариант так затем я уже нектарины на раз вот сварила в тазике стоит насыщается сейчас пропитаются ягодки попозже я еще на раз свою и так буду я его варить раза три так как компотик так воду выливаем чем у меня тут с ручками нормально наливаем под горлышко хопс закрывает крышкой и стоит чуть-чуть остывает горячий надо было взять это так ну ладно это старелочка постоит так но это для сахара вот такую кружку такую кружку я не знаю сколько тут грамм надо взвесить кстати я насыпаю сахара на банку получается сладко кому сладко может разбавить ничего страшного и так ждем пока стынет так и так все у меня постояло 20 минут хватит горячая да сейчас мы сольем очень полотенце не то взяла махровое лучше полотенце крепче держат чем эти так сразу сахар насыплю раз у меня же две баночки вот такие две кружки я думаю кружка на сколько 250 грамм может она может 200 надо будет замерить кстати ни разу не замеряла по привычке сколько лет этой кружки делают сначала у меня вот такая была металлическая помните раньше была кружечка сейчас я солью так мне сразу не включить сейчас я вторую баночку солью должна войти я всегда здесь по 2 делаю когда уже много банок я делаю я это небольшая кастрюля есть а по две банки я здесь делаю так и так сейчас закипит у меня закипит я еще раз залью все второй раз заливаем вместе с сиропом сахаром и закатываю и все некоторые три раза не знаю три зачем и так кипятится нормально так это все мыть а это сейчас залью на второй раз так сейчас ходила я на улицу нарвала вот таких грецких орехов зеленых у меня сестра просила вот именно зеленые надо не знаю чем-то помогает онкологическим больным ну еще для чего то они нужны ну попросила попросила вот я и набрала я думаю и вот хватит вот столько ну все сейчас я их уберу так ждем так мои друзья на улице что-то не заходит вот кто там о это гости васёк пришел все пришли все принесли вот они пришли всем привет сорвал арбуз сейчас плеть уже засохла он же маленький листья засохли все листья засохли пришлось а может быть жара ты думаешь мы начали то я попробую попробую разрезать вот смотрите я думаю зеленый да и ставка твоя какая красный я зеленый да у нас еще у нас там году красные были большие если плеть засохла да какой красный вот такой нет розовый да не успел еще а я же говорю что он учит что-то его с корневой что-то у него запах запах такой сладкий 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 мы все мы не будем мешать мы пошли сами делаем заниматься андрюшка уже уронил это косточку на пол у нас вы если не на свинячек то не можете хлюндельки ой андрей не надо туда бросать ну ладно как ничего страшно я только сейчас мусор убрала от них от шкурах можете торчу мы брызгаемся руки мы брызгаемся в разные стороны так мы все ждем пока у нас закипит поставлю вот сюда на стол здесь буду катать на этом столике как мы все у меня тут закипела 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 пока у меня здесь кипела я тут поставила еще на раз я здесь уже остыли нектарины я включила так вот все заливаем ставим такую крышечку у меня так подвигаю поближе я заливаю вот так кипящую всегда вот когда она кипит я всегда заливаю кстати кипящую я всегда заливаю варенье банки накладываю аджику вот если делаю тоже вот она у меня на слабом огне кипит и я вот ее кипящую заливаю так наливаем до краев до самых размахлилась так ничего страшного зимой все выпьется Так, сейчас вот Сейчас, наверное, на том столе Закатаю Сейчас здесь не убывается Ну все, можно отключить Ну тут лишний раз Надо будет еще посмотреть Нектарин там, что с ним Так, все Чуть-чуть всегда остается На кружечку Попить, попробовать Так, ну все Хопс Так, сейчас я возьму Или баночку Сейчас на том столе Буду катать Закатывать ее Хопс Так, а здесь надо мне помешать На крышечку закрыть Так, испарение не шло Все, здесь сейчас она подвалится И я опять выключу Потом Постоит Ближе к вечеру Еще раз я Подварю минут 10 Так, все Так, убираем Так, это сахар Можно с сахаром Все высохнуть уже Это можно от пыль бросить Мусор Варежку на место Так Что мне тут закипело? Так, пусть скипит Сейчас я закручу Кстати, я купила себе Новый ключ Все, никак не могу Его опробовать Все некогда Достать Вот там резиновый Такой ковричик есть Наверное, сейчас прям Сюда поставлю Пусть здесь постоит Чтоб в летней кухне Пока мне не мешалось Там Там у меня сушилка стоит Сушится Сейчас я закатаю Так, еще одну Еще одну Завтра, наверное, покажу вам Как икру Кабачковую сделать Икра вообще отменная Вот честно говорю Я раньше делала икру кабачковую Ну, как терла Когда на мясорубке ее Ну, а вот это с майонезом Прям лучше всех Мне нравится Так, короче Сейчас вот так сделаем Сейчас я прям сюда и поставлю Так Пусть у меня здесь они стоят Так, а чем мне Полотенце Хопс 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 Вот так Низочки закрываем Так, и все Пусть остывает Стоит Так, еще две баночки у нас На зиму готовы Слива Ну, все, друзья Всем пока Ставьте лайки Кому понравилось Кому не понравилось Ставьте дизлайки Пишите комментарии Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить Новое наше видео Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok